Память мученика Трифона Мученик Трифон молился перед своей кончиной, и это помнит Святая Церковь. Память мученик Трифона И мы из этого извлекаем духовный урок. Кого милует Бог? Того, кто имеет его стремление и желание. И ради этого стремления и желания переступают через свой страх, как это было у мучеников, которые, прежде чем умерли, решились умереть. В этом и состоит подвиг мученический. И новомучеников наших, когда вели на допросы и всяческие мучения, не могли от них добиться ничего. По той причине, что, сидя за столом у следователя, они уже не размышляют. А кто размышлял, тот пал. А кто все загодя уже решил, тот выставил. Кто загодя решился, будь что будет. И отрезался ли навсегда все пути преступления. Тот выставил. И больше того, что выставил, ему Господь дал, как всякому своему верному рабу, не искуситься паче сил. Но, как у мученика триха в житии, это же назидание всем христианам. Не бойся, тот мы верны. Господь утешил всех, кто его почитает тем, что мы слышим ядком в житии, что душа его отделилась прежде этого удара меча. Надо решиться, быть верным до смерти. Будь верен до смерти, и дам тебе менять жизнь. В таком случае, ты смерти не увидишь. Вот что говорит нам. Ведь люди боятся смерти. Именно самого момента смерти, связанного с физическими мучениями. А здесь избавил Бог от этих мучений, которые наступили уже в теле после смерти. Потому что смерть есть нечто иное, как разлучение души из тела. Хороший урок нам. Кто Бога боится, тот не узрит смерть. Веруя в меня не узрит смерть. Действительно. Человек еще жив, еще сердце бьется, а душа уже покинула тело. Прежде физической смерти. Молись мученику Трифону, чтобы и нас укрепил в этой решимости. А человек, который и по дороге на эшахот продолжает размышлять. Может быть еще удастся избавиться. Может быть еще удастся что-то сделать. Не выносят этих мучений и падают. И в этом должно быть намного. Сколько таких случаев ужасных падений. Они случаются не из-за лютости физических пыток и мучений, а из-за отсутствия верности Господу до смерти. Из-за отсутствия этой решимости. Господь ведь сказал, не пицитесь и как ее мечтой возглавляться. Ну и все. Значит, с некоторых пор нужно перестать размышлять и рассуждать об этих предметах. То есть сдержки, противовесы, кому что сказать, какие контраргументы привести на обвинение. Все это предоставить совершенно Господу целиком и полностью. И перестать оправдываться перед этим миром. Вот урок прекрасный. И, кажется, что общего с Закхеем? Закхеем все общее. Если мы посмотрим духовно. Для некоторых людей страшнее смерти, человеческий суд, и когда он имел желание видеть Иисуса, кто есть, Редкое желание, редкое желание. Узнать, кто такой Господь Иисус Христос. Каков Он? Кто Он? Это желание будет в душе исповедания православной веры. Догматического богословия. Такой человек становится ученик. И носит языком этих глаголов. И в них обретает полную, совершенную истину. Не так, как говорят. Особенно если сейчас это слышишь со всех сторон. Что слова ничего не значат. Что словами нельзя выразить истину. Что Бог невыразим словами. Больше слушаем. Так же говорят и иудеи, маймониты. Так же говорит и известный профессор. И все, кому неметь, так говорят в наше время. От чего это? От равнодушия. От безразличия по Христу, конечно. От того, что нет любви к Нему. Кто его любит. И как Закхей ищет на Него воззреть. То есть созерцать его. А как мы можем его созерцать, предстоя ему духовно. Он невидим. Но он открыл на себе, кто он. И это приняла православная церковь в точных, юридически точных терминах. Даже лучше сказать, в точных понятиях, что он Бог и человек в одном лице. Это личность его. Это личность Сына Божия. И в нем нет никакого греха. Он благ, кроток, милостив, долготерпелив, много милостив. Благость его неизреченная, милость безмерна. Он не злобен, кроток. И судья православная. И это все мы знаем в точности. Не приблизительно, а абсолютно точно. Это не литературная эпитета, а точное исповедание Бога откровенной веры. Господь воплотился и распялся безгрешно из-за нас, чтобы мы знали Его. Для любовь, южа, отец мой, возлюбил меня. Бога была у вас, как Господь говорит перед страдами. Явил имя Твое человека. «Толико время с вами есть, и не познал ли еси меня перед?» «Видя во имя, в виде Отца». Господь подхудился, чтобы открыть Себе полностью и без остатка. «Да любовь я уже возлюбил, я ведь делом до конца возлюбил их». Говорит нам Евангелие от Иоанна. Вот и учись здесь, желая видеть Иисуса, кто Он. В этих глаголах жизни вечны, в Его задовании, догматах, которые держат Церковь. «На это нам жизни не хватает, чтобы гордиться». И Закхей был мытарем, к тому же малоростным. Ему он стоил позор и насмешан, что для него было крайне неприятно и тяжелее даже всех других неприятностей. И он на это решился, не отглядываясь. Как мученики решались на смерть, так он и решился залезть на эту ягодичную. Казалось бы, за это ему смерть не грозила. Но и в нашей жизни многое у нас является непреодолимым. Не из-за того, что грозит смертью, а из-за того, что грозит отвержением, неприятием, непониманием со стороны людей. И решиться на это человеку так же трудно, как решиться на смерть, если человек привык пользоваться человеческим общением. Поэтому и мы должны учиться этой решимости, которая свойствует любящим Бога оставить за собой все сомнения и решившись не отглядываться. Как и мученик Трифон, так и Закхейна Та. Один не оглядываясь решился на смерть, другой не оглядываясь решился на позор человеческий. В этом нет ничего общего, скажу еще, с такой чертой, как современная черта целеустремленности. Некоторые думают, что в духовной жизни нужно идти к какой-то цели. Это все у нас оттуда, от революционного воспитания. Это не так. Человек, который любит Господа, он не ставит Господа своей целью. Потому что цель – это мушка и прицел. И когда человек ничего не видит, кроме поставленной цели. может к ней идти, расталкиваясь всех, распихиваясь локтями, даже по трупам. А ко Христу, кто жаждет Его и любит Его, тот вообще не идет. Господь сам к нему приходит. Он только Его возжелал и только ради Него совершил, братья и сестры, дело веры. Дело веры, что голову на плаху положить, что взлезть на эту ягодичь – это не какое-то земное действие, которое меняет мир, нас самих, окружающих. Это не какая-то ступень, как принято думать, в духовном преуспеянии. Это не какой-то этап, о нет. Это просто смирение пред Господом Богом, по любви к Нему. И отсюда избытка сердца глаголит устав. И даже не только устав, но и руки и ноги, как апостол Петр сказал Господь, не только глагол, но и руки и ноги. То есть, взлезая от этого, в этом нет никакого с Его стороны труда, никакой синергии, как сейчас принято говорить. Это просто любовь ко Христу Богу. Она абсолютно бескорыстна. И ее нельзя изменить никакими земными вершками, верстами, весом, меру и числом. Ничем. Когда человек смирился, в этой любви ко Христу, заспоя Его и молясь Ему, и жаждая Его, и алкая Его, душою Своей. Господь Сам подымет. Это я и хочу. Благодать его Свою. Ты увидишь Христа. Еще быстрее, чем залез, быстрее следишь. И примешь Его, радуясь. И это все не Твоя заслуга. Это все не Твое совершенное. Дар Божий. Дар Божий. И вот этого-то нам не хватает. Что некоторые думают, что и мученики. И новомученики – это такие сверхлюди, которые сцепим зубы, знаете ли. Как такие стоические герои выставят. Думаю – нет. Им Бог дал выставить. Господь Бог дал им за их любовь, за их решимость. Внутренние решения. А что это значит? Это отрезать сомнения, отбросить их. И весь диалог с этим миром отбросить, как ни в чем-то. И положиться на Господа полностью, совершенным. Тогда души праведны в руце Божией. И никто не измит их из руки моей, говорит Христос. Или из руки Отца моего в другом месте. «Я и Отец единый, ясмар. Я и Отец обоих». Вот они положились. И совершенно отвергли всякое житейское попечение. Попечение о детях, о женах, о сотрудниках, о слугах, о себе самих. О будущем. О будущем России, о будущем церкви. Совершенно отвергли. Если бы они впустили бы в себя это попечение, они бы пали и могли бы воскресить. Так и мы должны Азакхей думать. Вы что думаете, что он там карабкался, поэтому дерево цепляет за него? Нет. Он даже не заметил, как туда выехал. Его Господь туда возник. Поэтому никакой тут не было целеустремленности, никаких завоеваний вершин, штурмов. К чему мы приучены с детства? Штурмовать. И в церковь-то приходят люди тоже штурмовать. Царство Небесное. Небесное. Нельзя этого делать. Надо учиться смиренно учиться у мученных, у нового мучения. Я узаквей материал. Аминь.